МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Станислав Корякин. И вначале о некоторых темах сегодняшнего выпуска. Сюрприз к юбилею Заречного. На празднике микрорайона жителям 132-го квартала глава города пообещал новую детскую и спортивную площадки, а юные артисты подарили хорошее настроение. Энни любит, не любит, к сердцу прижмёт, плюнит, поцелует, к чёрту пошлёт. Всё равно ромашки с кем рядом стоять, всё равно ромашки челось не вынимать. Собака – не только друг, но и незаменимый помощник человека. Кинологические подразделения МВД России отмечают профессиональный праздник. Мы несем службу на автокпп, на объекте. И наша задача, чтобы не привезли на транспорте запрещенных предметов, зарюсчатых. Пролетело незаметно. Завершилась первая смена в детских оздоровительных лагерях. Я познакомилась с многими хорошими людьми. И вообще воспитатель тоже хороший. Это смена самая лучшая. И теперь об этих и других новостях подробнее. Зареченцы начали отмечать день рождения города. Официальные общегородские торжества запланированы на сентябрь. Но праздник уже приходит в зареченские микрорайоны. Как положено – с развлечениями и подарками. Во дворе на «Восточной 10» услышать такую новость никто не ожидал. Глава города, почетный гость праздника одного из самых молодых микрорайонов Заречного сообщил, что в ближайшее время здесь появится еще один детский городок и несколько спортивных площадок. Олег Калиманов также вручил благодарственные письма жителям района, активным участникам конкурса «Мой дом, мой двор». Местные жители всегда дружно выходят на благоустройство своего двора и очень любят шумные торжества. На праздники микрорайона яблоку негде было упасть. Для зареченцев были подготовлены различные развлекательные площадки. Одну из них провели участники творческой мастерской «Доброе сердце» центра «ЛАД», которая создана при поддержке фонда президентских грантов. Мы решили переехать на свежий воздух, на открытые площадки. И в рамках проекта «Мой дом, мой двор» при организации праздников двора микрорайонов мы оборудовали себе здесь творческую площадку. Мы делаем сегодня такие букеты из фоамирана. Вот такие вот. Это для более взрослых детей. А для маленьких у меня аппликации из бумаги, из синильной проболки. Мы делаем вот таких поросят. Кроме того, на празднике во дворе 10-го дома по улице Восточной горожане могли угоститься чаем со сладостями. Дети радостно запускали мыльные пузыри. А творческие коллективы дарили собравшимся веселое настроение. Н любит, не любит, к сердцу прижмёт. Любит, поцелует, к чёрту пошлёт. Всё равно ромашки с кем рядом стоять. Всё равно ромашки челось не вынимать. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». 21 июня свой профессиональный праздник отмечают кинологические подразделения МВД России. Их история в нашей стране, как принято считать, началась 21 июня 1909 года, когда в Санкт-Петербурге был открыт первый в России питомник полицейских сыскных собак, на базе которого также была создана школа дрессировщиков. Впоследствии эта дата и стала основанием для учреждения праздника. 21 июня – особый день для более чем двух десятков четвероногих бойцов и их двуногих наставников Зареченской войсковой части Росгвардии. Знакомьтесь, это «Мина». Одна из более чем двух десятков четвероногих бойцов Зареченской части Федеральной службы войск Национальной гвардии России. Этот веселый жизнерадостный спаниель – минно-розыскная собака кинологической группы войсковой части. Самая основная наша задача – это мы несем службу на автокпп, на объекте. И наша задача, чтобы не привезли на транспорте запрещенных предметов взрывчатых. Часто приходится четвероногим росгвардейцам выполнять и другие задачи, требующие специальной подготовки и особого профессионального чутья. На базе войсковой части Росгвардии в Заречном для питомцев созданы все условия для содержания служебных собак. Современные вольеры, столовые, в которые готовится полезная для питомцев еда и ежедневный осмотр ветеринаров, где специалисты определяют общее состояние здоровья. Начальник кинологической группы «Валентин» работает с четвероногими бойцами уже много лет. Тут сначала нужно выбрать правильный подход к собаке. Потому что, например, одна собака, она более любит игру, то есть в игровой форме. Другая собака, например, может быть, пищевик, то есть она как бы за лакомство больше работает. Тут сначала как бы нужно определиться, каким методом воспользоваться. У меня вот собака, она поиграть не против. И так же, как бы, и лакомство тоже. На службе у кинологов крупные, сильные немецкие, бельгийские, восточноевропейские овчарки, составляющие патрульно-розыскную группу. В их задачу входят патрулирование территории охраняемых объектов, поиск, задержание и конвоирование правонарушителей. А с поиском взрывчатых веществ лучше всего справляются жизнерадостные ушастые спаниели. У нас мины разыскные, это как бы спаниели, русские охотничьи именно, так как они маленькие собаки, выносливые. То есть из всех спаниелей, русский спаниель, он как бы считается самым выносливым. Вот. Плюс они сами по себе очень активные и очень заинтересованы именно в поиске. Им все и везде, всегда интересно. Она постоянно что-то нюхает, ищет, даже вот, когда она не работает, просто гуляет. Она постоянно что-то вынюхает, ну, бегает, такая вот, интересуется всем. 21 июня кинологи отмечают свой профессиональный праздник – 109-ю годовщину со дня образования отечественных кинологических подразделений. В этот день Мина и ее четверонокие коллеги получат праздничные угощения и вновь заступят на охрану особо важного государственного объекта. Служба такая. Сидеть. Ай, молодец. Голос. Ай, молодец, хорошо. Стоять. Лежать. Станислав Корякин, телерадиокомпания «Заречный». 230 выпускников и их родителей и учителей с волнением ждут 23 числа. Праздник «Обгоняя мечту», проводимый в этом году при поддержке госкорпорации «Росатом», обещает стать удивительным и неповторимым. Свою лепту в выпускной 2018 готовится внести родители уже бывших школьников и, конечно, телерадиокомпания «Заречный». За подготовкой к главному событию июня наблюдает Ксения Тризна. Дамы и кавалеры в джинсах, шортах и футболках. На репетиции 11-классники приходят в удобной одежде. Они готовятся станцевать прощальный школьный вальс на главной площади «Заречного». «Я смотрела видео с прошлых лет, все было очень красиво, так торжественно, и это было очень похоже на бал, и я хотела станцевать вальс своим молодым человеком». На балу свой дресс-код. Выпускницам предстоит танцевать в длинных летящих платьях и на высоких каблуках. «Придется поработать, но у меня есть петелька, которую я перекину подол, поэтому думаю, что все должно быть хорошо». И это только часть бальных ухищрений. Для 11-классниц платье – один из главных атрибутов выпускного вечера. Продумывать образ девушки начинают заранее. К поискам того самого наряда многие приступают с сентября. «Искали долгом, предпочтение отдали классике, классическому стилю, но все-таки все равно мои элементы тоже будут, потому что мы шили». Пока дети учатся вальсировать на главной площади «Заречного», их родители тоже не сидят на месте. Мамы выпускников лицея номер 230 готовятся выступить на сцене в школе. Этот танец станет сюрпризом для 11-классников. После работы мамы бегут на репетиции, чтобы позаниматься с хореографом. «Все очень пунктуальные. Если опаздывают, то предупреждают. То есть проблем нет со взрослыми». «Естественно, мы хотим своих детей порадовать. Надеемся, что они не знают об этом. И надеемся, что они под кресло не залезут, когда нас увидят на сцене». К этой радостной предпраздничной кутерьме примешивается легкое чувство грусти. Выпускники готовятся расстаться со школой и сделать шаг в неизвестность. «Я волнуюсь, потому что выпускной у меня впервые. Известны результаты пока еще не всех экзаменов. И от этого зависит моя дальнейшая жизнь. Поэтому я испытываю довольно-таки сильное волнение». 23 июня 11-классники под звуки вальса сделают первый шаг во взрослую жизнь. Полюбоваться на выпускников и пожелать им всего самого наилучшего смогут все жители Заречного. Торжественная линейка на площади Ленина начнется в 18 часов. А с 16 часов выпускников и их родителей ждут на площади театра юного зрителя. Здесь будет дан старт конкурсу телерадиокомпании «Заречный» выпускники 2018. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный». В загородном лагере «Звездочка» завершилась первая смена. Под алым парусом мечты провели 20 дней более 200 зареченских школьников. О чем мечтали ребята? Что успели они за время смены и чем запомнился им первый летний месяц? Об этом обитатели «Звездочки» рассказали гостям лагеря, в числе которых были и мои коллеги. С праздника, посвященного закрытию смены, репортаж Светланы Теплухиной. Вечер прощания с лагерем жители загородной «Звездочки» начали с экскурсии. Почетным гостям праздника закрытия смены представили визитные карточки отрядов команд, познакомили с работой бизнес-площадки лагеря. Ребята рассказали взрослым о своих мечтах и о том, чему научили их три недели летних каникул. Позвольте здорово себя, прежде чем пытаться поздравить любви. Дети по-настоящему сдружились. Это очень заметно. Я просто помню первый день, когда вот эти были потухшие глаза, безобразная погода, родители в панике, потому что вроде бы лето, отдых, оздоровление детей, при этом лужи, холод, отопление в корпусах и так далее. И, конечно, мы ждали все, когда наладится погода. Дети, они как-то прочувствовали то, что они находятся все-таки в лагере. Это какая-то романтика, это позитив. И они сдружились. Они стали, на самом деле, командами. Большой дружной командой стал весь коллектив лагеря. И яркое доказательство тому – праздничный концерт, посвященный закрытию смены. Совершив путешествие под алым парусом мечты, дети и взрослые собрались все вместе, чтобы еще раз продемонстрировать свои способности и таланты. Настоящим открытием стали спортсмены из команды «Медведи», которые, оказывается, умеют и танцевать, и петь. Солнце мое, взгляни на меня! А поющих педагогов весь лагерь приветствовал и поддерживал стоя. Это все, что останется. Я нахожусь под большим впечатлением. Уже сейчас сбылась моя мечта. Мне хотелось, чтобы ваша смена получилась. И сейчас, когда вы пригласили нас на свои площадки, я понимаю, что все у нас будет хорошо, потому что здесь собрались самые умные, самые талантливые, самые добрые, самые думающие дети. Я желаю, чтобы ваше лето было таким же интересным, как эта первая смена. После завершения праздничного концерта ребята еще долго не расходились. Танцевали, общались и делились своими впечатлениями от смены. Я познакомилась с многими хорошими людьми. И вообще, воспитатель тоже хороший. Это у меня самое лучшее. Было много классных мероприятий. Познакомилась с интересными ребятами, с которыми очень весело общаться. Было очень весело. Было мало грусти. Было все насыщено. Мы никогда... У нас не было свободного времени. Мы всегда веселились. Правда, протестую. Время было. Рассказали школьники и о своих мечтах. Они у них, оказывается, вполне серьезные и взрослые, несмотря на юный возраст. Например, чтобы не было войны во всем мире. Это самое главное. Здоровье. Чтобы... Здоровье родителей. Ну, в принципе, это самое важное, я думаю. А еще мальчишки и девчонки поделились одной, общей для всех, мечтой. Обязательно вернуться вновь в любимую звездочку. Сияй, если ты, если мы будем верить, До слова даже сны можем мы ее сделать. Исполнение мечты жителям звездочки пожелали Светлана Теплухина, Вячеслав Юртаев и телерадиокомпания «Заречный». Театр юного зрителя открывает для зареченской публики американского драматурга Дона Нигра. Труппа репетирует новую постановку. Пьеса «Рейвенскрофт» – классический английский детектив. Тонкая психология, хитросплетение мотивов. Такого на сцене Тюза еще не было. Как не будет и привычной развязки, убийца точно не дворецкий. А кто? Публика узнает на премьере, запланированной на октябрь. Однако завесу тайны слегка приоткроет наш корреспондент Ксения Тризна, побывавший на репетиции детективной истории. И это действительно мог быть несчастный случай. Вдруг он ненароком оказался у них на пути. Они увлеченно занимались каким-то своим делом. Тайну несчастного случая в английском поместье «Рейвенскрофт» пытаются раскрыть актеры театра юного зрителя. На сцене рождается спектакль по пьесе американского драматурга Дона Нигра. На сцене шесть персонажей. Инспектор, который работает над делом, и пять женщин-обитательниц усадьбы. Исполнителям роли детектива Андрею Кучишкину и Алексею Симакову на репетициях приходится вести собственное расследование. Режиссер Михаил Гаврилов и актрисы вступили в заговор. Они знают и понимают, кто убийца, какие мотивы, что движет ими в рамках пьесы, их поступками. А мы, я и Алексей Александрович Симаков, мы с ним в дубле работаем, инспектора Рафинга. Мы не знаем, о чем они договорились и что они решили. И поэтому сейчас мы пытаемся через их поведение, как они себя ведут, их мизансы, их оценки, их интонации, понять, что же все-таки на самом деле произошло и кто виноват. Правда, такая информированность задачу актрис не облегчает. Каждый персонаж этой пьесы многогранен и многослойен. Понять и прочувствовать героев непросто. Ведь каждый из них творит свою историю. Там идет такая игра в игре, когда героиня и виновата, и упивается, и наслаждается, и пытается выпутаться из сложной ситуации, в которую она сама себя поставила и поставила всех окружающих, и заставила играть эту историю. Одна из отличительных особенностей пьесы – большой объем. Но сокращать текст не стали. Здесь каждое слово несет смысловую и психологическую нагрузку, имеет значение для развития действия. Невозможно убрать даже не то, что абзац, а даже предложение, потому что настолько вот этот вот клубок, какой-то такой детективный, чувств, мотивов, желаний, желаний скрыть или, наоборот, открыть какие-то вещи. Настолько так вот как-то хитро, необычно, объемно, точно и тонко и качественно сплетено, что невозможно, мне кажется, оттуда вот убрать. Спектакль будет держать зрителя в напряжении до самого финала. И долгожданный ответ на вопрос, кто же убийца, не самое главное в этой истории, считает режиссер. Это поместье, которое называется Ревенскрофт, как некая модель мира. И что вот все, что здесь произошло, это из-за чего-то. Из-за чего-то то, что в прошлом еще оттуда идет. И, может быть, и после этого будет дальше идти. Что-то мы, может быть, как-то живем, и, может, чуть-чуть не так или так. И из-за этого, может быть, происходят какие-то вот эти все несчастные случаи. Сейчас актеры осваивают новый материал, привыкают к своим героям. Премьера спектакля «Ревенскрофт» состоится в новом творческом сезоне. Она запланирована на октябрь. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный». Каким стал для театра юного зрителя юбилейный 25-й творческий сезон? Что ждет нас в новом? Какими постановками удивят актеры своего зрителя? Об этом мы сегодня поговорим с директором «Зареченского ТЮЗа» Андреем Кучишкиным. Интервью в студии после рекламы, а пока к другим новостям. 21 июня состоялись последние матчи по баскетболу в рамках группового этапа четвертой спартакиады молодежи России. Практически все команды уже сыграли по пять матчей. Среди них и сборная Пензенской области. Последним соперником наших ребят стали баскетболисты Санкт-Петербурга. В этой встрече победили гости с преимуществом в 39 очков. По итогам группового этапа спортсмены Северной столицы занимают вторую строчку турнирной таблицы. Наши ребята на шестой. Все команды это все-таки финалисты России. Я думаю, что это будут лучшие команды Дюбла следующего года. Играть интересно со всеми. Даже с очень сильной Москвой. С такими соперниками тоже необходимо играть. У нас остается две игры. Мы играем сначала с пятой командой. Потом, если проигрываем, играем с проигравшим. Если выиграем, играем с победителем. Матчи за места в турнирной таблице финала по баскетболу в рамках Спартакиада России состоятся 23 и 24 июня. Все игры пройдут в физкультурно-оздоровительном комплексе Лесной. Вход свободный. Завершение юбилейного сезона в Театре юного зрителя и планы на следующий. Чем порадует публику Зареченский ТЮЗ? Об этом через несколько минут. Не переключайтесь. Город Заречный. Просыпайся. Такого ты еще не видел. Общегородской праздник выпускной 2018. Обгоняя мечту. Новые идеи. Новые эмоции. Новый формат. Детский квартал выпускникам УТЮЗа. Торжественная линейка на главной площади города. Незабываемый салют и звездный гость. Не пропусти. 23 июня. Начало с 16.00. 0+. Выпускники 2018. Спонсоры проекта. Отдел «Чайные традиции». Ювелирный магазин «Жемчуг». Магазин электроники и техники «Прайм». Салон красоты «Бархат». Фитнес-клуб «Спортзона». Стоматологическая клиника «Прайд». Кафе «Помидор». Группа компаний «Домотель». Лидер по производству мяса индейки в России. В связи с расширением производства открывает новые рабочие места в Нижнем Ломове. Нам требуются. Изготовители полуфабрикатов. Вальщики тушек птицы. Обработчики птицы. Грузчики. Мойщики. Дезинфекторы. Мы предлагаем сменный график работы, своевременную высокую заработную плату, официальное трудоустройство, быстрый карьерный рост. Ежедневную доставку на работу из города Пензы. Заречного, Макшанского, Каменского, Пачумского, Спасского, Наравчатского и Зимичинского районов. Присоединяйтесь к команде «Домоте». В новом хирургическом отделении Железнодорожной больницы Пензы проводятся высокотехнологичные операции по гинекологии и абдоминальной хирургии. Пластические операции, операции урологического и лор-профиля. Звоните 999-349. Код города 8412. Надежные кондиционеры Зануси. Всего 15 900 рублей. Телефон 23 24 04. С компанией «Встрой». Выпускники 2018. Спонсоры проекта. Магазин для спорта и отдыха «Спортзона». Цветочный магазин «Арт Клумба». Отдел косметики и профимерии «Бьюти Икс». Автошкола «Пенза-19». Кафе «Легенда». Салон мужской одежды «Кэжуал». Новости Заречного в эфире. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях директор театра юного зрителя города Заречного Андрей Кучишкин. Добрый вечер, Андрей Викторович. Добрый вечер. Андрей Викторович, вы заканчиваете юбилейный 25-й творческий сезон. Каким он стал для вас? Он действительно для вас был юбилейным? Да, во всех отношениях, наверное, сезон получился юбилейным. Ну, конечно, всегда есть какие-то проблемы, какие-то нерешенные вопросы остаются. Но в целом мы считаем, что этот сезон нам удался. И не только благодаря тому, что в этом юбилейном сезоне мы получили федеральный грант в рамках федерального проекта партии «Единая Россия» по поддержке театров малых городов. Благодаря чему мы смогли пригласить и хорошего очень режиссера. Ну и вообще в этом сезоне мы много и гастролировали, и выезжали на четыре фестиваля. И было поставлено пять спектаклей на совершенно разный возраст. То есть сезон без потерь. Слава богу, артисты все на месте. Даже возвращаются артисты к нам из армии, которые отслужили. То есть работаем, все хорошо. Ну а зрители, как оценили ваш сезон? Ну естественно, театр как оценивает любовь зрителя? По посещаемости. То есть вот насколько этот сезон был удачным для вас в плане того, что привлечения зрителей? Новых ли зрителей? Ваших постоянных? Ну здесь очень сложно говорить, потому что все познается в сравнении. Да, мы сравниваем один сезон с другим. Вот, например, если брать последние пять лет, вот как-то так неожиданно для нас, 2015 год был очень, как бы, по зрителю очень хорош. Мы анализировали, конечно, все это дело. Выясняется, что в основном, конечно, мы собрали очень много зрителей, потому что у нас было два очень таких объемных, хороших выезда за пределы города Заречного. К сожалению, в Заречном чуть поменьше, но это объективно есть на это причины. Во-первых, обновляемость репертуара, 4-5 спектаклей в год, наверное, для театра в городе, который закрыт, театр в городе, рядом с которым есть областной центр со своими театрами, и часть зрителей, естественно, уходит туда. Рассчитывать на то, что у нас будет все больше и больше зрителей приходить к нам довольно-таки сложно. Ну, у нас население города как есть, 64 тысячи. Они так и есть, да, и причем как какого-то притока извне, это единицы, наши братья, сестры, папа, мама, бабушки, дедушки, которые приезжают к нам в гости, которые не проживают в Заречном. Но мы работаем в этом направлении, и я очень надеюсь, и вот те последние работы, которые спектакль выпустил, это и «Беспреданец» Островского, и «Вруны 39-го царства» Дамира Салимзянова. Я думаю, зрители уже оценили эти спектакли. И мы ждем, что в наступающем 26-м сезоне зритель к нам пойдет еще более активно. — Можете ли вы отметить, какие-то вы упомянули об участии в конкурсах, были ли какие-то достижения у вас, у Театра юного зрителя, у Театральной студии «Орликин», участвуя в конкурсах? — Да, достижения были. Я, к сожалению, так сейчас на память не скажу. Спектакль «Маскарад» мы вывозили в Димитровград на фестиваль «Театральный Атомград». Там Наталья Кучишкина получила за лучшую роль, исполняя роль Баранессы Штраль. Так, студия у нас ездила на международный фестиваль в Вильнюс. Студия, если когда-то куда-то выезжает, она всегда возвращается лауреатами. Они ездили совсем недавно в Сочи, тоже на Большой театральный фестиваль, и привезли оттуда диплом лауреата второй степени в одной номинации. И в номинации «Худочные слова» в Гран-при за спектакль «Последние свидетели». То есть здесь у нас все хорошо. — Андрей Викторович, скажите, пожалуйста, следующий, 26-й юбилейный сезон. Сейчас вы уходите на каникулы, хотя, в принципе, вы репетируете. То есть как, у вас прекращается на лето репетиционная деятельность, подготовка к новому сезону, или вы продолжаете готовиться? — Ну, скажем так, на тот месяц, что мы в отпуске, конечно же, мы все прекращаем, и слава богу. Но вот сейчас уже июнь близится к финалу своему, но мы на сцене, мы играем, мы репетируем новый спектакль, который будет выпускаться уже в 26-м сезоне. Планируем выпуск его в октябре, спектакль называется «Рейдинскрофт». Ну, пока называется так, возможно, название мы поменяем. Ну, и активно готовимся, конечно, к новому сезону, поскольку грядет уже второй этап вот этого, значит, проекта «Партии Федеральная Россия», «Театр малых городов». Сейчас он немного по-другому называется, не вспомню сейчас как. Но вот в рамках этого проекта мы опять получаем финансирование. К нам опять приедет Андрей Шляпин, режиссер, который ставил «Беспреданницу» Островского, и будет ставить спектакль по пьесе Виктора Розова «В дороге». Мы планируем премьеру на 16 сентября, милости просим. То есть это будет открытие сезона? Это будет, скажем так, большое такое официальное открытие сезона. На самом деле мы нашего зрителя встречаем у нас уже 4 августа со спектаклем «Дракон». Объясню почему. Дело в том, что 4 августа свой юбилей отмечает артист нашего театра, артист Пенского областного драматического театра, артист театра на Юго-Западе, режиссер нашего театра Александр Викторович Куприянов. Поэтому, кто знаком с творчеством этого замечательного человека, кто хочет поздравить его с его юбилеем, милости просим. Пожалуйста, 4 августа «Дракон». Билеты можно бронировать. Более того, кто приобретет билеты на этот спектакль до конца июня, приобретает их по льготной цене с небольшой скидкой. Ждем. Ждем с нетерпением. И какие планы у вас на юбилейный сезон? То есть будут ждать ли каких-то новых постановок или ждать еще вливание денег в переоборудование? Ну, я частично уже начал отвечать на этот вопрос. Да, это будет финансирование федерального субъекта, местного бюджета. Мы будем дооборудовать световое оборудование, видеооборудование приобретем, подлатаем свое звуковое оборудование. И, конечно же, это будут новые спектакли. Это будет спектакль «В дороге» и будет спектакль «Сыны Алисы» по произведению Льюиса Кэрролла. Это мы планируем спектакль выпустить 27 ноября. Я так точно знаю даты 16 сентября и 27 ноября, потому что мы считаем эти две даты своим днем рождения. То есть 16 сентября подписали постановление о создании театра, а 27 – это как бы день выпуска первой продукции. Да, это первый спектакль вышел «Приключения Борротина в стране дураков». И мы отмечаем 25 лет. Юбилейный сезон прошел, а театр-то 25 лет будет как раз вот только в сентябре-ноябре. Поэтому мы будем очень рады, если наши зрители, горячо любимые, придут и поздравят нас с нашим днем рождения. А поздравить они могут нас как? Аплодисментами, цветами на наших спектаклях. То есть начиная с 4 августа можно приходить, поздравлять. Начинать поздравлять, да. И вплоть до Нового года. До Нового года, да. Андрей Викторович, ну что ж, большое спасибо вам за участие в нашей программе. Я уверен, что зритель вновь, вновь и вновь на протяжении многих лет будет оценивать вашу работу, ваше служение музе и служение зрителю. Большое спасибо за участие в нашей программе. Всего вам самого доброго. Спасибо, что пригласил. И удачи вам. До свидания. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами. И вам всего самого доброго. И до встречи на канале «Заречный». Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!